Приветствую вас, друзья, коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку Т-44. Некоторые подписчики спрашивают, задают вопросы в личку, делаю я или нет. Ну и хочу сразу сказать, что да, я её делаю. Но дело в том, что модель очень сложная и очень много времени уходит на её сборку. И, наверное, я по Т-44 буду снимать уже и показывать, что сделал. Но в эфире просто нету возможности снимать, так как очень много деталей, мелких. Всё приходится тщательно обрабатывать и потом вклеивать, вставлять на свои места. Например, делал вот этих три элемента. Я так понимаю, это скобы для крепления на железнодорожных платформах. Я на этих три штуки затратил около полтора часа. И хочу объяснить, почему. Эти детали крепятся на тоненьких стерженьках. Эти тонкие стержни к литникам закреплены на четырёх питателях. Эти питатели нужно аккуратно срезать, чтобы не треснули, не лопнули тоненькие стерженьки. И вы сами понимаете, работа очень ювелирная. Аккуратно срезаю, потом аккуратно зачищаю, нанизываю и приклеиваю. Очень много уходит времени. Хочу показать, что уже сделал. Собрал корпус полностью. Поставил отравлённые решётки. Начал собирать надгусеничные полки. Даже здесь крепления под баки. Некоторые крепления состоят из двух деталей. Всё хорошо стыкуется, хорошо становится. Но пластик немножко хрупковатенький. И приходится с ним аккуратненько работать. Всё размечено. Всё становится на свои места. Модель, конечно, отличная. Собирается, стыкуется отлично. И много деталей. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Сделал люк мехвода. Люк тоже рабочий. Сейчас хочу показать, как это вставляется. Так вот. Заходим и вставляем. Всё отлично становится. За что, конечно, модель сборки понравилась. Но я не рекомендую её, как первую модель, и новичкам. Потому что вы столкнетесь со многими проблемами. Например, что мне не понравилось в этой модели. Не понравилось крепление катков. Очень маленький шпенёк. И не глубоко вставляется. То есть на сухую практически вообще не держится. И так любой ставлю в любое место. Вот тут этот ещё более-не менее стал. Это редкость. Вообще не стоит. И я теперь, друзья, не знаю, что делать. Или собрать полностью всю ходовую, склеить, поставить его на гусеницы и уже красить полностью собранной ходовой. Или всё-таки как-то стараться покрасить катки отдельно, низ отдельно. Траки тоже напрягают, иногда разваливаются в самый неподходящий момент. Ещё интересно, как их натяну. Ну, это уже будем, да, потом думать по ходу. Вот, может, подскажете, как лучше сделать. Собрать ходовую и красить уже в собранном виде. Или всё-таки помучиться. Но делать всё, как всегда, по отдельности. Буду ждать ваших советов, комментариев. Ну и потихоньку буду немножко пилить. Пора начинать с отравлением работать. Делать какие-то ремешки. И, друзья, хочу посоветовать два канала, два интересных канала. Канал Прожектор и канал Джовис. Ссылки будут в описании под видео. Ссылочки на каналы. Там тоже ребята делают... На канале Прожектор Андрей делает Т-44 только М. А на канале Джовис делается Т-44. Но она будет с полным фаршем. И внутрянка будет сделана. И полностью набор укомплектован фототравлёнными деталями. Сборка намечается очень интересной. Кому интересно, заходите, смотрите. Как вы знаете, у меня сборка из коробочная. И без интерьера. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.